Нет денег, нет денег, нет денег. Это крайне высокорисковый бизнес, чтобы никто не умер с голоду. У нас писательский бизнес – это очень маленькие деньги. То есть я сейчас всю киноиндустрию против себя восстановлю. С Александром Молчановым мы познакомились практически случайно. Он смотрит наше интервью, ему нравится то, что мы делаем, поэтому мы сначала с ним списались, потом созвонились. Оказалось, что он очень интересный, общительный человек, известный сценарист. И, как он скажет, в самом интервью находится посередине между творческими людьми и людьми бизнеса. Поэтому у нас сегодня интервью будет на 50% про творчество и на 50% про телевизионный, кино, сериальный бизнес. Очень интересно. Обязательно досмотрите до конца. Еще с вами увидимся. И приятного вам просмотра. Я у тебя в Фейсбуке прочитал один пост, в котором ты говоришь, что точно знаешь, что скажешь, оказавшись перед Путиным. Владимир Владимирович, дайте ройалти сценаристам. О чем вообще идет речь? Ну смотри, у нас очень интересное законодательство в этом смысле. Автором фильма по российскому законодательству является три человека. Это режиссер, это сценарист и это композитор. Вот эти три человека из всей большой съемочной группы, они считаются автором. И это правильно. Однако из этих трех человек только один человек получает процент из проката. Это композиторы. Композиторы получают три процента с оборота каждого фильма. В итоге ни режиссеры, ни сценаристы не получают процентов с проката. То есть они получают гонорар. И тебе как сценаристу это обидно? Это не просто обидно. Я понимаю, что это, если это хороший фильм, это некая вечная ценность. И за эту вечную ценность человек получает деньги один раз. И все. И дальше эта ценность, она приносит деньги кому-то. То есть к автору уже это не имеет никакого отношения. Оправдание идет таким образом, что музыку можно слушать отдельно от фильма. И поэтому композиторы должны получать роялти. Но это очень странно, потому что, например, у меня целый шкаф сценариев дома, которые можно читать отдельно, как художественное произведение. Я при всем уважении к композиторам, я не считаю, что у них надо отнять эти деньги. Да, просто я считаю, что сценаристы, ну хорошо, пусть не 3%, пусть 1% они получают. Я просто на самом деле, ну я видел стариков-сценаристов, которые там 60, 65, 68 лет, написавшие там знаменитые советские фильмы. Он продолжает писать, продолжает работать. Просто он себя работой доводит до, загоняет себя в могилу. Просто потому, что ему нужно кормить семью. А он ценности уже создал столько, да, он написал 50 фильмов, 60 фильмов. Володарский, например. Я с ним много общался в последние годы его жизни. И он продолжал писать там 3-4 сериала в год. Ну, огромные объемы даже для более молодого человека. Почему? Ну, потому что ему надо было зарабатывать. Я считаю, что человек, такой человек, как Володарский, написавший столько фильмов, сколько он, он уже не должен иметь необходимость зарабатывать. Потому что он столько ценностей создал. Я правильно понимаю, что и в том числе из-за этой ситуации ты сейчас делаешь курсы для сценаристов. То есть, пытаешься зарабатывать чем-то таким, что может иметь пассивный доход. Нет, курсы пассивного дохода не приносят. Это все ручная работа. Вот в смысле обучения сценарным мастерству, это все ручная работа. Это все прямой контакт с учениками. То есть, я читаю все тексты, которые они пишут. И это не бизнес, конечно. Ну, это не бизнес. Ну, это самозанятость. Мне очень нравится, как Гондопас говорит о себе. Это практика. Да, вот это практика. То есть, бизнесом это назвать нельзя. Бизнес – это тогда, когда ты можешь выдернуться оттуда. А если я выдернусь, ну и все, как бы все заканчивается. В сценарном мире я, в принципе, не разбираюсь. Но вот, например, в писательском, когда каких-то из именитых писателей обвиняют в том, что за них пишут другие люди. Есть, да, такое есть. Ну, мне известны случаи. У нас писательский бизнес – это очень маленькие деньги. То есть, это прям реально маленькие деньги. Ну, сколько, например, можно зайти? Ну, например, книга, которая, вот эта книга, которую я тебе подарил, да, «Роман-газетчик», я за нее получу где-то 150-160 тысяч рублей. А какой у нее тираж? У нее тираж 8 тысяч экземпляров. Это очень хороший тираж. То есть, когда все эти 8 тысяч экземпляров продадутся, да, ну, это 150 тысяч рублей. Это очень небольшие деньги. И там нет денег для негра. То есть, это убыточная история. Где-то в 90-е, в начале нулевых была ситуация, и я знаю авторов, ну, детективщиков в основном, за которых, собственно, негры писали. То есть, это люди, которым платили за роман 3-5 тысяч рублей, и которые выдавали это в огромных количествах. Сколько знаков в этих 3-5 тысяч рублей у страниц? Ну, это вордовских 150-180 страниц. 3-5 тысяч рублей? Да. Это сколько времени уходит на написание такого? Ну, вот смотри, в 99-м году я написал свой первый роман. Роман под названием «Ставка на Джокера». Издательство «Эксмо» мне заплатило за этот роман 3,5 тысячи рублей в 99-м году. В то время у меня зарплата в газете была 6 тысяч рублей. Я был зам главного редактора. В месяц? В месяц. А ты эту книгу писал? Ну, это половина месячной зарплаты. Книгу я писал 3 месяца, но это не выглядит как бизнес. Хорошо, у тебя есть опыт работы в газете главным редактором, писателем, драматургом, сценаристом сейчас. Может быть, я что-то упустил, но учитывая, что это все работа с текстом, в каком из этих видов работы с текстом можно зарабатывать быстрее и больше? Сценарным мастерством, написанием сценариев. То, чем ты сейчас занимаешься в основном. Ну, я сейчас больше занимаюсь обучением сценарному мастерству, да, но последние 13 лет, вот до того, как я открыл мастерскую, я занимался сценарным мастерством. И последние лет 8 только сценарным мастерством. Я понимаю, да, что рубрика «Дудь», да, мы хотим узнать, сколько, собственно, там денег. Там за серию, за серию это может быть и 200 тысяч рублей, да, если ты пишешь для телевидения. Может быть, если ты метр, да, то это может быть от 500 до миллиона. Ну, я слышал самую большую цифру на сегодняшнем рынке российском. Это полтора миллиона за серию, а? За какой сериал? Ну, я это слышал про Илью Куликова, то есть, скорее всего, это какой-нибудь полицейский срублевки, да. Ну, это я как бы за что купил, за то продаю, да, то есть, это цифры, но он, по-моему, сам не скрывает эти цифры. А такие, ну, не знаю, более легкие жанры, как, например, интерны? Там немножко по-другому идет работа над такими сериалами, то есть, это сценарная группа, и там и деньги делятся по-другому. То есть, там в зависимости от роли, то есть, это может быть, допустим, сюжетчик, человек, который сюжет расписывает, это одни деньги. Диалогист, это другие деньги. Главный автор, человек, который все это сводит, это, там, третьи деньги. Есть такой странный персонаж, усмешнитель. Это человек, которому дают сценарий, он уже написан, он уже смешной, да, но еще дополнительный человек берет и поверх еще, там, придумывает, там, условно, там, три шутки на страницу, делает смешной сценарий еще более смешным. И это, там, четвертые деньги. Самые маленькие, да? Я думаю, что самые маленькие, это деньги диалогиста, которые пишут диалоги, то есть, им дают сюжет, и они пишут, расписывают диалоги. Самые большие деньги, это главное. Написать диалоги, как бы, считается проще, чем придумать сюжет? Считается проще, и диалогисты, это, ну, такой, вот, в пищевой сценарной цепочке, это самый-самый такой низший вид. Он за отдельным столом кушает? Да, 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 да. Я, когда начинал, я работал диалогистом в кинокомпании «Амедиа». Мы сидели в кабинете, то есть, это все. Что вы делали? Мы писали диалоги, то есть, нам давали по эпизоднике, и мы, собственно, писали. К счастью, этот сериал не увидел свет, поэтому я не помню условия договора, возможно, я не имею права говорить о подробностях. Ну, ясно. Не, нам достаточно подробностей было по формату Дудя, поэтому мы на этом остановимся. У тебя есть бесплатный тренинг «Деньги для писателей и журналистов». Ты не мог бы учитывать, что… Деньги для писателей и сценаристов. Это мой редактор писал. Ну, человек мыслит, я понимаю, да, журналист. Мы даже не будем это переписывать по-другому. Расскажи, пожалуйста, учитывая, что это все-таки бесплатный тренинг, главные постулаты, чтобы эти люди, писатели и сценаристы, могли зарабатывать. Там есть просто, вот, есть очень много убеждений у творческих людей, связанных с деньгами, да, то есть, если ты писатель, если ты сценарист, если ты поэт, то ты должен быть бедным. Писатель, сценарист, он не может разговаривать о деньгах с заказчиком, например. То есть, это, когда сценарист начинает переговоры о деньгах с заказчиком, это просто, ну, это надо видеть, то есть, как человека корежит, да, то есть, как он, ну, как ему неприятны вот эти разговоры о деньгах. И поскольку я, ну, вот, создав сценарную мастерскую, да, я не сразу понял, что это бизнес, да, и я несколько лет учился, собственно, тому, как делать бизнес. Я сейчас, как бы, нахожусь так между творческими людьми и людьми бизнеса. И вот то, чему я научился у людей бизнеса, я пытаюсь, как бы, рассказать это людям, которые занимаются творчеством. Самые главные проблемы, они связаны, там, с некоторыми убеждениями. Например, меня, там, папа с детства мне говорил, нежели богато не хрен привыкать. Вот, и у меня, ну, много лет я потратил на то, чтобы это убеждение из себя как-то вот исторгнуть. И когда у меня заводились деньги какие-то, я их тут же, ну, старался от них избавиться. Вот, и, соответственно, ну, это тоже у многих творческих людей. Нет денег, нет денег, нет денег. Особенно сценаристы, да, которые, там, скажем, год человек работает над проектом, и год у него нет денег. И потом он раз одним махом получает большой кусок, а он не умеет с ними обращаться. И он их сразу же направо-налево, там, бухать, какой-то ненужные себе вещи какие-то покупать. И он их спускает, там, за 2-3 недели, и опять сидит без денег. И есть очень, очень простая техника, да, как научиться человеку удерживать деньги, да, то есть берешь крупную сумму денег и смотришь, где ты эти деньги сливаешь, допустим, в книжном магазине, да, если ты творческий человек чаще всего, туда ты их относишь, в магазине вещей каких-нибудь, гаджетов, да, и ходишь день, ходишь с полным карманом денег и не тратишь их. Вот очень, очень простой лайфхак, да, который очень сильно прокачивает удерживание, удерживание денег. Третий такой, тоже очень неплохой лайфхак, это фиксация подтверждений неких убеждений, да, то есть у тебя есть некое убеждение, например, там, нежели богатый и нихрин привыкать, да, что деньги меня не любят, да, и ты в себя встраиваешь новое убеждение, да, что деньги меня любят. И ты говоришь, деньги меня любят, и каждый день, каждый вечер фиксируешь на бумаге, там, скажем, 5-10 подтверждений того, что деньги тебя любят. И они могут быть самые идиотские, да, нашел 10 копеек в метро, о, деньги меня любят, фиксируешь. И потом постепенно ты, о, тебе вернули какой-то старый долг, ты это фиксируешь. И постепенно ты начинаешь пересвоё сознание, пересобирать, то есть деньги тебя действительно начинают любить. И при этом ты не становишься мудаком, ты не теряешь свой талант от этого, да, то есть ничего плохого с тобой не происходит. То есть ты точно такой же, но кроме этого у тебя есть деньги. Давай о том, о чём мы говорили, как зарабатываются деньги в кино. Ну, смотри, нужно, во-первых, понимать, что мы имеем в виду, когда мы говорим кино. Первый вид кино – это продукты, которые выходят на широкий экран. Это одна история. Это крайне высокорисковый бизнес. То есть это бизнес, при котором большинство ставок проигрышные. Я думаю, что в этом есть смысл, вот в той схеме, которая существует сейчас, при которой риски на себя берёт государство. То есть у тебя есть проект, ты приходишь к государству и говоришь, дайте мне денег на этот проект, да? Государство даёт деньги. Это знаменитый фонд кино, прославленный Бакомедианом. Да, фонд кино и Минкульт, на самом деле. Два места, через которые кинопроизводство спонсируется. И поскольку всё устроено так, что в прокате большинство фильмов не окупаются, все участники процесса зарабатывают на производстве. Это не значит, что везде все воруют, да? То есть я не хотел бы, чтобы это вот так трактовалось. Просто люди понимают, что если они хотят хоть что-то заработать, они должны свой заработок вложить в деньги, которые они соберут на производстве. Соответственно, таким образом составляются сметы, да? То есть чтобы никто не умер с голоду, если фильм провалится. Я правильно понимаю, что именно это ответ на простой вопрос, почему так всё плохо в российском кино? Да, это один из ответов. В большинстве случаев люди, которые делают кино, их заработок независим от результата, независим от проката. И на самом деле это очень небольшие деньги. То есть люди, которые этим занимаются, если бы они занимались чем угодно, железными дорогами, строительством домов, вот чем угодно они бы занимались, я уверен, что они зарабатывали бы в сто, в тысячу раз больше. Но они этим занимаются, потому что они любят кино. То есть все вот эти люди, которых вы можете назвать, все эти лидеры кинопроизводства, все люди, которые получают деньги от фонда кино, в этом можно не поверить, но они при этом страстно любят кино, они реально фанаты кино. Но не понимаешь, что они делают говно? Я думаю, что не всегда. Они искренне каждый раз хотят сделать хорошее кино. Хорошо. Какой элемент такой же высокорискованный в кинопроизводстве, который так сильно влияет, как больше всех влияет на финальный результат, из-за чего их ожидания этих киноделов не оправдываются, если они искренне действительно хотят? То есть почему в итоге получается пох? Всегда есть какой-то поиск виноватых. Продюсеры говорят, что во всем виноваты сценаристы, сценаристы говорят, что во всем виноваты продюсеры. Ну кто-то же виноват. Ну, виноваты все. Виноваты все участники процесса. То есть я сейчас всю киноиндустрию против себя восстановлю. Почему? Потому что их заработок не связан с конечным результатом. Почему? Вот с чего мы начали говорить, да? Сценарист, он напишет, он получит свои деньги в любом случае. То есть если у него текст примут, он эти деньги получит. А если он будет понимать, он напишет великое кино, которое будут смотреть там сто лет, все эти сто лет он будет получать за это великое кино деньги. Ну, у него заинтересованность в результате будет совершенно другая. Вот, кстати говоря, мне кажется, что точки роста здесь не в кинопроизводстве, а в телепроизводстве и в интернете. Ну, их несколько этих компаний, да, которые снимают полнометражное кино. Их около 50. И у нас 250 компаний, которые снимают телесериалы. У нас. У нас и у вас. То есть я буквально вчера читал новость о том, что вторая по объему производства, это кинокомпания из Киева, Film.ua. Они вторые по производству на российском телевизионном рынке. Там 250 компаний, примерно 250 компаний, которые за год производят там, ну, около 10 тысяч часов телеконтента. Это огромный объем. И это огромные деньги, которые, ну, их сложно оценить, сложно оценить этот рынок. Но 250 кинокомпаний, они все разные, да, там есть большие, есть маленькие, у которых один-два проекта в год, которые на этом рынке кормятся. И на этот рынок войти, ну, не сказать, что это невыполнимая задача, да. То есть если, например, человек хочет стать продюсером, окей, он может найти сценариста, нанять его, нанять режиссера, да, подготовить проект для телевидения, прийти на канал и презентовать этот проект, и получить заказ от телеканала, и снять телесериал. И там то же самое, опять, все деньги на производстве. Условно говоря, я, там разные цифры, но, например, 100 тысяч долларов стоит серия. Канал платит компании за производство 100 тысяч долларов. Компания тратит на производство 80 тысяч долларов. Ну, это договоренность, да, то есть компания должна показать каналу, что она 80 тысяч долларов и стратила на сериал, а не 80 тысяч в карман и 20 тысяч на сериал, да, то есть там строгая очень отчетность, за этим следят. не 20 тысяч долларов с каждой серии компания забирает в свой в свой карман да опять это на производстве но есть ситуации где например продюсер снимает сериал и по заказу канала и договаривается с ним о том что например какая-то часть прав остается за продюсером например прокат в интернете да вот раньше была возможность прокат в украине да сейчас она закрыта конкретно сериал над которым я работал час волкова он снимался для нтв и все деньги заработанные полученные от нтв все тратились на производство то есть продюсер работал себе в убыток но после этого он прокат я не знаю точно какой канал да он отправлял к вам туда и оттуда получал какие-то не очень большие деньги но вот эти не очень большие деньги это была полностью его прибыль но сейчас это закрыто а интернет был такой сериал под названием бессонница который сняла компания дикси и насколько я понимаю они не смогли в тот момент во всяком случае они не смогли продать его никакому каналу и они устроили прокат в интернете они не отбили деньги мой приятель арсений гончуков который снял 4 полных метра за за свои условно говоря за карманные деньги да там там у него самый большой бюджет фильм стоил полтора миллиона рублей он взял все возможные призы какие какие только можно в россии а сейчас он снимает сериал для интернета сериал под названием район тьмы снимает в качестве в киношном качестве то есть 4k это очень круто это профессиональные артисты там и так далее так далее он убыточен то есть ну и он планово убыточен то есть там серия стоит где-то около 100 тысяч рублей что-то он там зарабатывает но это реально копейки 5-10 тысяч рублей с каждой сеть в интернете сейчас денег в интернете сейчас денег не вот в снг в россии в чем нет к сожалению нет я думаю что нужно приучать людей смотреть кино в интернете то есть ну нужно да они приучатся рано или поздно и тогда туда придут деньги на самом деле там ситуация в интернете начала меняться год назад с появлением дудя кстати говоря вот с появлением дудя в интернете стал появляться серьезный контент и там стали бы стала появляться серьезная аудитория то есть пока непонятно как эту аудиторию измерить пока непонятно ну каково поведение этой аудитории но опять же если вот там отслеживаешь затем что происходит ю тубе ты видишь что в течение последнего года там резко скачок качества прям ну вот что касается бизнес-каналов что касается каналов связанных с там мотивации обучением там и так далее так далее я смотрю там наши каналы связанные с кино т.в. да там за год это просто квантовый скачок все благодаря юре это некое символическое событие да то что он появился и как это вот стена там было и для всех было понятно что там одна школа то и сейчас там дуть да и все пришли посмотрели дудя он всего лишь раз в неделю а надо еще что-то посмотреть а дай-ка я еще вот это посмотрю а дай-ка я еще на это подпишу и все больше и больше смотрения такого качественного вдумчивого осознанного смотрения в интернете я думаю что это на кино это тоже отразится самым непосредственным образом ну вот буквально несколько там где-то может быть месяцев пять-шесть назад телеканал т.в. 3 объявил конкурс сериалов в интернете в контакте и там десятки реально десятки сериалов самопальных которые люди сами на коленке понятно что там большинство адский трэш но это действительно уже десятки сериалов снятых разными людьми на разные темы и количество она рано или поздно переходит в качестве потом вот в этом интернет кино да там тоже появится какой-то свой юрий дуть который сделает что-то что все скажут блин это круто назови трех лучших сценаристов россии и желательно с примерами их но самых ярких работ я думаю что это арабов ну например орлеан фильм мне очень понравился его монах и бес если вообще по его фильмографии тидану это господин оформитель его фильм например это молох солнце сокуровские да то есть он много лет работал с сокуровым я считаю что наверное сегодня он сценарист номер один в россии арабов и кроме этого он является но абсолютно непререкаемым моральным авторитетом это коротков юрий который девятую роту написал 9 рота считаешь это хорошая работа 9 рота это очень профессиональный фильм который посмотрела вся страна плохой фильм вся страна не посмотрит там он очень профессионально сделано очень глубоко там очень хорошо герои прописаны очень хорошие диалоги я считаю что это хороший фильм но мне лично мне больше нравится американка из его фильмов то есть это вот то что в меня попадает мне очень нравится страна глухих я считаю что это шедевр 3 да я думаю что бородянский я думаю что бородянский что это мой мастер это собственно сценарист который написал афонию спецценарист который написал город зеро который написал день полнолуния который написал зимний вечер в гаграх он уже старенький за 70 но тем не менее он продолжает работать это вот один из тех которые один из тех мон вырождены работать монстров до которые вынуждены он может быть сидел бы книжечки писал бы воспоминания какие-то но он сидит сериала последнего сериалы достойны внимание не буду ничего говорить об этом но он мой мастер давай посмотрим на запад с точки зрения именно сцена с точки зрения сцена сценарного это молодой папа фильм сорвентина я читал интересное мнение одного из редактора одного из российских телеканалов который сказал что если бы мне показали сценарий молодого папы я бы его никогда не взял в работу это очень круто это действительно очень правильно да то есть это абсолютно сценарий поперек всего поперек схему поперек концепции там и так далее так далее который вопреки законам физики работает я не понимаю как работает этот сценарий меня жена ненавидит смотреть кино вместе со мной потому что я говорю ну сейчас откроется дверь и там будет вот этот чувак с пистолетом в руках и так открывается дверь там этот чувак с пистолетом в руках и как бы и это мучительно конечно вот в молодом папе я не могу предсказать ни одного хода я не понимаю как он сделал но я реально просто не понимаю как он сделал и это это огромное наслаждение для меня было смотреть этот сериал ну и наверное westworld он наоборот он сделан очень четко по лекалам очень четко по схемам и при этом это вот это ну не знаю это mercedes вот под сериал что ты скажешь сценариях сериалов созданных по книгам но есть хорошие сериалы снятые по книгам да например был вот про арабова мы говорили добыл сериал доктор живага который прошкин снял я считаю что очень неплохой сериал очень неплохой но и при этом например вот есть борт к режиссер который снял мастера и маргариту который снял собачье сердце отлично и который снял ну на мой взгляд очень плохой сериал мастера и маргарита я думаю что книга как повод для фильма до автор должен ну не бояться уничтожить книгу в процессе работы да то есть не идти за книгой ну не бояться ломать в ней что-то перестраивать и когда это действительно происходит и когда автор ну скажем так имеет основание имеет художественное основание так обращаться с книгой получается хорошее хорошее кино что все против нас уже но будем дописывать в темноте потому что у меня один вопрос ты помнишь сериал lost до который начинался ну просто офигенно круто для мне кажется очень многих зрителей а закончился ну не для всех там была очень хорошая сюжетная предпосылка которая очень хорошо работала в течение двух сезонов после двух сезонов она перестала работать это интрига сама таинственность острова да ну там понятно было как сделан этот прием я его досмотрел до второго сезона во втором сезоне я понял как это сделано и дальше мне стало не и не смотрел до конца я не смотрю и не знаю что но не знаю что то но я знаю по пересказам вот я в конце все умерли я всегда я это я в курсе я посмотрел финал он не дико не понравился мне показалось это абсолютно банальный финал там же была какая-то забастовка сценаристов я встрою да я встраивался в не в некоторые серии там в четвертом сезоне серию посмотрел в пятом серию посмотрела это было очень плохо я дальше его не смотрел вот кстати насчет этой забастовки она сработала ты же отслеживала она сработала она ну во первых она нанесла действительно очень сильный удар нескольким хорошим сериалом то есть она убила сериал герои она убила сериал призом брейк фактически потому что он был очень классный но он попал как раз на вот эту забастовку сценаристов и он в итоге ну тоже был очень плохо сделан там был классный первый сезон средний 2 и 3 4 абсолютно кошмарные но сценаристы получили голливудские сценаристы они получили отчисления от проката в интернете они получили отчисления от проката на 9 то есть они получили те самые royalty за которые мы рубимся в россии это сработает рано или поздно это будет то есть я уверен в том что рано или поздно сценаристы будут получать royalty и это неизбежно повысит качество работы сколько сценаристов в россии ну например тысячи человек в голливуде я думаю что миллион сценаристов ну разной степени профессионализма дали он миллион а может быть и несколько минут миллион точно но я думаю что и несколько миллионов и когда миллион человек пытаются писать сценарий неизбежно у тысячи человек это получается а когда тысячи человек пытается писать сценарий неизбежно это получается у шести человек вот когда у нас появится огромное количество людей которые будут хотеть писать сценарий тогда у нас будет офигенное кино то есть сейчас офигенное кино в россии это скорее исключение чем правило но у нас я считаю что у нас есть хорошие фильмы но они сейчас выглядят скорее исключениями чем правилами но это все друзья надеюсь вам понравилось напишите об этом в комментариях как всегда попрошу вас поставить лайк этому видео если он действительно понравилось вам не сложно а нам очень очень приятно потому что мы действительно обращаем внимание на то какие выпуски заходят и почему это мы можем понять только по лайкам и по вашим комментариям сделайте нам пожалуйста очень приятно и полезно для самого канала это напишите все что думаете о выпуске но теперь конкурс саша уже говорил о том что написал книгу роман газетчик и собственно мы и разыграем плюс я подумал маловато книжки на добавить что-то еще обед со мной вот на последнем квартирнике который у нас был в июле франш тиви выяснилось что многие ребята хотят создавать свои youtube каналы многих интересует франчайзинг это как раз те отрасли в которых я специализируюсь поэтому я вас приглашу угощу вкусным обедом за мой счет разумеется и проконсультирую по созданию youtube канала или по запуску франшизы или вообще о чем угодно можем поговорить это в первую очередь наверное актуально для киева и для москвы в москве периодически бывая набегами снимаю там интервью график график там конечно плотнее но в принципе тоже возможно поэтому пишите комментарии о чем комментарии сейчас расскажу напишите свои любимые сериалы то что вы смотрели когда-то или смотрите сейчас что-то необыкновенно интересное очень хочется посмотреть потому что признаюсь честно у меня спикеры мои убедили в том чтобы посмотреть сериал молодой папа я сейчас смотрю мне очень нравится вот саша был последним скажем так гвоздем в доску в это чтобы я наконец-то сериал начал смотреть очень круто не жалею абсолютно поэтому хочется посмотреть еще больше сериалов классных скажите что понравилось именно вам и самое главное почему это очень важно не просто список сериалов а почему поэтому лайк видео подписка разумеется на канал колокольчик и какие сериалы нам всем дружно стоит посмотреть самое главное почему вот и все друзья увидимся с вами уже очень скоро это франч тиви до встречи пока а